Приветствую, зрители на канале. Ну и вы смотрите передачу «Московская феносреда», как обычно, по средам передача о сезонных изменениях, которые происходят в природе Москвы и Подмосковья, в природе нашего края. Ну и, как видим, весна у нас несколько затормозилась, начался март с теплой погодой, казалось, что дальше будет только все теплее и теплее, быстро все растает, рассветет, птички уже стали прилетать, уже грачей видели, даже скворцов кто-то видел, то есть уже казалось, что вот скоро придет весна. Ну, на самом деле, видите, как у нас часто бывает, весна затормозилась, март оправдал свое название, что он такой месяц полузимний, а более того, даже после довольно теплых дней, начало марта пришли аномальные холода, и сейчас такие холода были в последние, где-то около 100 лет назад. Вот такие вот холода были в Москве. Вот, температура сегодня опускалась от 25 градусов даже вот в пределах Москвы, и в Московской области даже и в некоторых местах было и холоднее даже. Вот, особенно по востоку Московской области. То есть довольно-таки холодно. Но все-таки обещается потепление, и это потепление, оно придет к нам в выходные дни, и дальше вроде как уже более-менее погода становится, если уж и с морозами, то с очень небольшими такими, в пределах нуля, там минус 2, может до 5 градусов. Ну, особенно по ночам, конечно. И уже, наверное, дальше будут действительно насыпление весны уже будет настоящее с каждым днем. Ну, и потихонечку реки будут вскрываться ото льда, и уже птички будут петь, прилетят уже и свиристели, и жаворонки уже, наверное, ближе к концу месяца. Вот, так что уже весна обойдет свои права. Но пока, видите, довольно холодно, эти дни надо перетерпеть. Вот, и причем сейчас, надо сказать, что помимо холода, сейчас такая достаточно неблагоприятная атмосферная ситуация, довольно высокое давление на 10-15 единиц, и поэтому в целом вот идут перепады, и температура постоянно, да, и вот давление скачет постоянно, геомагнитный фон такой довольно неспокойный, поэтому, в принципе, недомогание испытывают не только люди, страдающие хроническими болезнями, ну и вообще такие ослабленные, вот, но и, в принципе, люди даже довольно здоровые, то могут почистить какой-то такой дискомфорт, и, в принципе, усталость, нарушение сна. В принципе, это все сейчас наблюдается. Но, наверное, постепенно все это будет отступать, и уже настоящая весна отступит. Наверное, просто это происходит потому, что организм, он, в общем-то, как-то не настроился на то, что холода уже вернутся, казалось, что уже все, скоро весна, уже люди начали раздеваться потихонечку, шапки снимать, а тут вот уже и опять. Вот. Ну, что касается долготы дня, то она все равно, как сказать, растет, природу не обманешь, и уже сейчас она составляет около 11 часов. И солнце восходит уже около 7 утра, ну, а заходит уже почти полседьмого вечера. Что касается Луны, то она у нас уменьшается вплоть до 12 июня, вот, то есть уже скоро наступит новолуние, ну, а уже в конце недели потихонечку лунный диск начнет прибавляться, такой маленький, можно будет видеть серпик, скорее всего, где-то в воскресенье, в понедельник. Ну, и дальше уже будет Луна, фаза Луна уже будет возрастать. Так что Луну сейчас фактически уже не видно, если только-только уже почти в утренних лучах солнечных можно увидеть, но уже плоховато видно. Теперь, что касается, я хотел бы сказать несколько слов о состоянии лесов в Московской области, которые, в принципе, являются, ну, помимо московской растительности, конечно, легкими, в том числе и Москвы, а не только Подмосковья, количество лесов постепенно уменьшается, сейчас их количество уже составляет меньше 50%. В Москве лесов, ну, около 50%, но чуть-чуть поменьше, где-то так 48-49%, ну, около 50%. Вот, это площадь лесного фонда. То есть, грубо говоря, вот если взять карту Московской области, территорию Московской области, то половина это леса, а половина это, скажем так, застройка. То есть, жилая, не жилая, ну, разная. Ну, в самом деле, жилая, конечно, застройка, то есть, это всякие городская, там, какие-то поселковые и так далее. Ну, и отчасти и промзоны, то есть, промышленные какие-то, нежилые строения и так далее. Железные дороги всякие, просто автомобильные дороги и так далее. Вот, и постепенно, действительно, вот эта площадь, так называемого лесопаркового защитного пояса Москвы, она, во-первых, он очень сильно разреживается, и в целом, вот, он потихонечку уходит довольно далеко от границ Москвы, да и Москва тоже, в принципе, ее границы тоже уходят. Ну, и сам лесопарковый пояс тоже постепенно уменьшается. То есть, идет вырубка, и если вы увидите, посмотрите карту, то есть, современное состояние, то и тут, и там, вот, везде под Москвой идет вырубка лесов. Ну, отчасти это санитарная вырубка, связанная, там, с повреждениями деревьев, разными вредителями, там, короедом и другими всякими, там, разными вредителями леса. Но, а, конечно, в основном, эта вырубка, она, конечно, происходит для жилой застройки, то есть, вырастут буквально под Москвой целые города, жилые комплексы огромные строятся, все расширяется, вот, и лесов становится все меньше. Причем, что важно, что как раз лесов становится, вроде бы, половина, да, заняты лесами, хотя критически считается цифра 40%, да, то есть, казалось бы, ну, вроде, так сказать, можно же до 40%, да, в общем-то, допустимо. А у нас даже больше, получается, лесов под Москвой, то есть, получается, около 50%. То есть, есть еще что вырубать, скажем, вроде бы, да. Но, с другой стороны, тут есть такой момент, что леса, в основном, они распределены довольно-таки неравномерно. То есть, на самом деле, вот, около Москвы лесов уже очень мало осталось. И они, как правило, разрежены, то есть, это не какие-то большие лесные массивы, да, но они еще есть, там, Лосиный остров, там, Хлебниковский лесопарк, какие-то еще есть, ну, там, допустим, Баковский лесопарк, то есть, что-то еще остается. Но, все-таки, их уже все меньше и меньше, и неуклонно их площадь уменьшается. А в основном, основное количество лесов, оно сосредоточено за пределами бетонки, так называемой бетонки. То есть, это Большой кольцевой дороги, не МКАДа, а Большой кольцевой А-107, который проходит, ну, примерно на расстоянии 50 километров от Москвы. Вот. И вот за ней там лесов действительно довольно много, и они там образуют, ну, большое такое пространство, единое пространство, да. Вот. Это вот такое Шаховское, там Латошинский район, Волоколамский, Таламский. Вот. То там, да, там лесов действительно довольно много еще до сих пор сохранилось, и там особо проблем, в общем-то, нет. Там, как таковой, ни вырубки нет, ни застройки. Но, если есть, то очень маленькая. А вот, чем ближе к Москве, уже в пределах вот этой бетонки, да, то есть, вот, в пределах там 30-50 километров, то здесь уже лесов совсем немного остается, и они довольно интенсивно вырубаются под застройку. Но это и понятно, потому что, чем ближе к Москве, тем, естественно, земли дороже, тем, естественно, они привлекательнее, и леса тут, в общем-то, вырубаются. И все меньше и меньше их становится, и, естественно, экология от этого очень сильно, в общем-то, страдает. Кроме того, леса становятся довольно разреженными, они болеют, и, понимаете, как, когда лес, аж целый такой массив, и если такой маленький лесочек, то он, в общем-то, ну, скажем так, он ослабленный, то есть, он подвержен, вот, вы прокладываете дорогу, например, да, разрушаете единство лесного массива, и у вас деревья болеют, вот, и по ту, и по другую сторону, то есть, там, в радиусе, там, километра, а то и более, в общем-то, деревья очень плохо себя чувствуют, потому что это целый единый биоциноз, а когда он разрушается, эта система, то, естественно, разрушение любой системы, оно ведет, естественно, к разрушению, умиранию, да, и ее членов, составляющих эту, собственно, систему, вот, объектов. Поэтому деревья тоже, в принципе, болеют, и деревья, вот, в общем-то, такие вот, которые близко к Москве находятся, они сейчас довольно ослабленные, в том же Лосином острове, да, там деревья очень ослаблены, там буквально чуть тронь, и уже, как говорится, деревья часто выпадают, вот это вывал леса происходит, такое явление довольно распространенное. То есть, в принципе, вот это и наблюдается все, да, и тенденция будет такая, что, в принципе, эта вырубка, она будет только нарастать. То есть, в принципе, особо каких-то хороших прогнозов в этом плане нет. И дальше все больше и больше будет деревьев вырубаться, потому что все равно люди едут в Москву, людям нужно жилье. В Москве уже строить мало где можно, конечно, строится жилье, но в промзонах сейчас застраиваются. Но с каждым, так сказать, годом все меньше и меньше, куда уже можно втиснуть. И вот поэтому строится уже где-то вот, так сказать, за пределами Москвы, МКАДА, но вот все равно где-то вот ближе к Москве. Поэтому эта ситуация, она будет, в общем-то, ухудшаться, экологическая, да, и поэтому и климат, он будет меняться, и не в лучшую сторону. Поэтому что же делать, да, или, естественно, любые там какие-то митинги, там демонстрациями, всякими петициями, проблемы не решить. Эта проблема не решаема. Это уже много раз все было доказано, все было показано, и я думаю, любой взрывомыслящий человек это понимает. То есть, это все бесполезно. Какие любые методы борьбы, именно борьбы с этим, да, вот как таковые, они бесполезны. Вот, просто бесполезны. Значит, что делать? Ну, скажем так, конечно, радикальный метод, это просто уехать из Москвы куда-нибудь подальше, да, как говорят, за 101 километр, да, ну, короче, как можно дальше, и там жить, как говорят, среди лесов, и никто тебя трогать не будет. Ну, с другой стороны, что ты там будешь делать, да, и понятно, что не все так просто, и не каждый это хочет, и все, много разных факторов, обстоятельств, которые этому препятствуют, ну, и так далее. Поэтому единственная возможность как-то вот, в принципе, решить эту проблему, это, скажем так, ну, индивидуальное выживание, да, то есть это, в принципе, это, ну, скажем так, индивидуальные усилия, да, направленные на то, чтобы как-то, вот, скажем так, для себя сделать жизнь более здоровой. То есть, единственное, что можно сделать, человек, да, вот, отдельный, да, или там, какая-то группа людей, это, скажем так, ну, сделать для себя жизнь, ну, более, так сказать, вот, здоровой. Более здоровой, несмотря даже на, казалось бы, такие вот неблагоприятные экологии, неблагоприятные, в целом, вот, объективную ситуацию, которая складывается сейчас в Москве, и, отчасти, в ближайшем Подмосковье, вот, и которая, скорее всего, имеет тенденцию к ухудшению, и, скорее всего, будет ухудшаться. Поэтому здесь, в общем-то, конечно, физкультура подойдет, здесь подойдет, надо стараться сажать у себя в квартире цветы, может быть, даже отчасти деревья, особенно хорошо алоэ, алоэ, мирт, лимон, можно посадить вполне дома. Вообще-то, в целом, вот, так сказать, сделать у себя дома, ну, не оранжерею, конечно, но, во всяком случае, такую вот благоприятную среду, то есть, насадить какие-то вот растения, отчасти деревья, которые, вот, в принципе, улучшат экологию именно в твоей конкретной квартире. То есть, не в целом, конечно, в городе, понятно, но в квартире. То есть, ты, грубо говоря, может, все-таки надышишься там всякими газами, а потому что нет леса, естественно, избыток углекислоты идет, и вообще всяких вредных веществ, потому что то, что поглощает листья, то, увы, безерея, все это, конечно, в пустыне, это все не поглощается, а седает, как говорится, в легких человека, да, в самих людях. Поэтому, да, вот именно таким вот образом, то есть, у себя в квартире что-то создавать, да, то есть, какие-то вот эти моменты, больше как-то вот, причем там стараться какую-то зарядку делать, чтобы как-то процессы активизировать, какие-то вот физкультуры заниматься побольше, да, вот, в окружении, как говорится, какой-то растительности, да. Ну, естественно, не надо здесь палку перегибать, и не надо у себя там, да, делать, конечно, какую-то оранжерею, это, наверное, тоже излишне уже, но все-таки стараться как-то свой дом озеленить, да, балкон тоже постараться, чтобы там тоже что-то росло, но, естественно, в летнее время, вот, у кого нет возможности там зимой, не отапливаемый балкон, если то, в основном в летнее время. Вот, это важно. Ну, и кроме того, также стараться в летнее время, особенно, ну, и не только в летнее, стараться выезжать за город, на природу, вот, в парки всякие, леса, и там тоже проводить какое-то время. У кого есть возможность поехать на дачу, значит, надо ездить на дачу, стараться тоже выезжать, хотя бы на месяц, там, вот, в отпуск, там, да, какие-то вот, если есть возможность, тоже стараться выезжать. То есть, вот это тоже как-то оздравляет организм. Ну и стараться, вот если есть возможность, тоже, скажем так, отдохнуть день в доме отдыха. То есть, у кого особенно дачи нет, у кого дачи есть, то понятно. У кого нет, дом отдыха, санатории. Они, как правило, подмосковные, очень хорошие. У нас очень много санаторий в Подмосковье. Вот, в принципе, конечно, недешево все это стоит, но все-таки подчас здоровье дороже. И поэтому надо стараться как-то выезжать тоже санаторий. Они, как правило, находятся именно в такой лесной зоне. Специально они там, так сказать, строятся, находятся. И надо тоже стараться там какое-то время, хотя бы недели на две, может быть, не на месяц, а там многовато и дороговато. Но хотя бы недели на две, в принципе, так вот именно воспользоваться услугами, островиться там, да, и, так сказать, получить такую порцию здоровья. То есть, такие вот основные методы, которые, в принципе, вполне может, в общем-то, использовать, ну, практически каждый человек. Это доступно каждому. Можно и квартиру свою зеленить, и, соответственно, выезжать как-то вот на природу, в санаторий, какие-то дома отдыха, пансионаты, и как-то пытаться тоже свое здоровье там поправить и укрепить. Вот это, я думаю, самые такие главные методы. Как можно с этим бороться все другие методы, они, в общем-то, не очень эффективны. Ну, и в заключение обратимся к народному календарю. 8 марта с этого дня началась эта неделя. В этот день на Руси незамужние девушки грустили и прибирали свои платья, вот, говорили народе, потому что постарались сыграть свадьбу. До Масленицы и до Великого Поста, конечно, иначе уже, если свадьбу не сыграешь, то потом приходилось ждать уже до Красной Горки, то есть там за Пасху уже, до конца весны, фактически. Вот. 9 марта вчера был праздник обретения главы Иоанна Претечи, это считалось днем, когда птицы обретают свои гнезда. То есть, значит, начинают их уже строить. Ну, видите, вчера был день морозный, поэтому вряд ли они это начали делать, но, по крайней мере, вот так вот уже все равно потихонечку явно птицы готовятся уже к свои гнезда. Гнезда, видите, как только возвратится тепло, то птицы этим и займутся. Ну, и крестьянам помогали им в этом, они поправляли старые скворечники в садах и сделали новые. Ну, помните, на уроку труда, наверное, многие помнят, как вот делали тоже скворечники сами, а потом вешали, соответственно, около школы, там, на приусадебном участке. Ну, сегодня 10 марта, день Тарасия, и хорошая погода, обещает хорошее лето. Ну, назвать погоду хорошей неоднозначно, да, с одной стороны, в принципе, погода хорошая, солнышко везде и светит, а с другой стороны мороз. Ну, наверное, все-таки, поскольку солнце, то погода хорошая. Так что лето, очевидно, тоже будет хорошее. Завтра день Порфирия, когда мудрые люди говорили, ранее весна ничего не стоит, а позднее обманет. Ну, видите, вот как раз эта поговорка, она оправдывается. То есть, вроде весна началась рано, казалось, первые дни было тоже и тепло, а ничего подобного обмануло, и все эти обещания ничего не стоили. И поэтому крестьяне все-таки боялись приниматься за какие-то полевые работы пока еще. Опасный заморозок еще очень большая, да, еще и морозы вовсю, и не только заморозки. Поэтому посевы, конечно, могли погибнуть, они еще пока не сели. В пятницу будет день Прокопия, когда Прокоп дорогу рушит, а сам в Сауробию вяз. Ну, то есть, снег оседает и становится тяжелым. На Прокопии снег лежал-лежал, а потом в речку убежал. Ну, то есть, имеется в виду, что таяние снега. Но в этом году этого не получится, потому что в пятницу ожидается еще морозная погода. Ну, а потом уже, наверное, снег начнет таять. 13 марта день Василия Копельника. Ну, начинается, очевидно, Копель, снег на крышах тает. Ну, и также тают круги вокруг деревьев. Если края крутые, то и весна будет крутая. Если пологие, то и весна протяженная будет, долгая. Ну, и закончится эта неделя 14 марта, День Евдокии. Раньше День Евдокии по старому стилю это был 1 марта. Сейчас 14-13 дней прибавили, да, в этом столетии. И, то есть, это было начало весны, которые встречали весело и торжественно. Ну, и крестьяне всерьез уже задумывались о будущем урожае. И подыскали себе работников, которые, как говорится, могли бы им в этом помочь в посеве, посадке, в рыхлении земли. То есть, в обработке, чтобы все потом хорошее получить в итоге будущем урожай. Ну, вот такая выблась неделя на наших широтах. Посмотрим, что будет дальше.